Былое нельзя воротить Ньютон не забыть, Александр Сергеевич прогугливается Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет Ньютон не забыть, Александр Сергеевич прогугливается Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет Следующий номер нашей программы Эрмитовский или самосопряженный оператор Эрмитовский или самосопряженный оператор Среди множества линейных операторов А мы будем рассматривать только линейные операторы Существуют такие, для которых L равняется L-крест Когда оператор совпадает с собственным сопряжением Такие операторы называются самосопряженными или эрмитовскими Но если уж совсем по-дубовому Когда у нас числа совпадают с их сопряжением Это действительно их числа Так вот, эрмитовские операторы Это что-то вроде действительных операторов Которые некомплексные То есть они совпадают со своим сопряжением Но это так Если вы такое скажете математику Он либо сразу умрет Либо из вас котлетку сделает Все зависит от математики Такое не вздумайте математику Математик просто ему поплакеет Но посмотрите Тогда если мы возьмем маточный элемент эрмитовского оператора И поменяем местами Мы должны написать вот так Но теперь L крест равно L Поэтому это будет F L на G Сопряженно Такую штуку можно написать как G LF Такую штуку можно написать как F LG Но сопряженно Теперь это скалярное произведение Можно перевернуть Знаете что такое эрмитовский оператор Если Им все равно куда действовать Либо на F Либо на G Результат получается один и тот же То что я сейчас сказал Можно написать еще и вот так Иногда пишут физики Математики от этого умирают Сейчас оператор L Действует на F А потом мы умножаем на G А здесь Оператор L Действует на G А то что получится умножим на F То есть эрмитовским оператором Можно действовать и вперед и назад Так По простому Теперь я могу сказать Второй постулат Квантовой механики Первый у нас был Что Квантовым механическим состоянием Соответствуют векторы в Гильбертовом пространстве Второй постулат Каждой физической величине Сопоставляется Линейный Эрмитовский Или самосопряженный Оператор А когда мы что-то измеряем То этот оператор Действует На вектор состояния И в результате этого Состояние меняется Вот так На языке математики Кодируется та идея Что нельзя чего-то измерить Не повредив того Чего мы измеряем Микромир настолько деликатный Что любое измерение его меняет Состояние измеряемого объекта меняется Даже когда есть какой-то процесс И вы на него просто смотрите А потом перестаете смотреть Закрывая глаза Процесс пойдет уже по-другому Потому что пока вы смотрите Часть фотонов поглощаются вашими глазами Когда закрыли глаза Отвек отражается часть фотонов И влияет на этот процесс Поэтому любому процессу физическому Не безразлично Смотрите на него или нет Но процессы Совязанные с самими фотонами Это все доведено до абсурда Потон нельзя зарегистрировать Иначе как его убьют Поэтому Наверное вы понимаете Что оператор Что детектированию фотона Будет соответствовать Оператор который превращает его в ноль Его состояние Его нельзя задетектировать Иначе как уничтожить Ну вот Для эрмитовских операторов И для самосопряженных Еще много чего полезного Надо сказать Но прежде всего Давайте введем еще одно важное понятие Введем понятие Собственного вектора И собственного числа оператора Для оператора L Иногда можно подобрать Такие векторы Что L действуя на F Оставит его Таким же Но в лучшем случае Умножить на число Вот если мы подобрали Такой вектор F Для оператора L Мы выбрали Некоторый оператор L Для него подобрали Такой вектор Для которого Выполняется такое соотношение Поздравляю В этом случае Вектор F Называется Собственным вектором Оператора L А число Альфа F Называется Собственным числом Этого оператора Я теперь вам скажу Одну большую тайну Когда-то в оптике Мы решили заниматься Не абы какими Электромагнитными волнами А волнами типа E в степени И КР Минус омега Т Ну там еще что-нибудь Е сунули А знаете что будет Если на такой вектор Давайте будем это считать Некоторым вектором И давайте подействуем Этим вектором На этот вектор Операции Дифференцирования По времени А что получится А мы с вами видели Что получится Минус И омега Е с ноликом На Е в степени КР Минус омега Теперь можно сказать Что такая функция Тоже вектор Это тоже вектор Гильберта Альфа Является Собственным вектором Оператора Дифференцирования Вот с таким Собственным числом А еще мы с вами Видели Что если на Такую функцию Подействовать Оператором Нагло То у нас Получится ИК Ну скажем Если скалярно Подействовать На Е с ноликом На Е в степени Оказывается Господа Плоская Монохроматическая Волна Ну вернее Функция ее Описывающая Является Собственным Вектором Оператора Дифференцирования По времени И пространственного Дифференцирования Ну вообще-то Мы с вами Когда-то Вводили Четырехмерную Нагло Которая Равнялась Единица На С Д По ДТ И Минус Трехмерная Нагло Так Господа Оказывается Плоская Монохроматическая Волна Собственная Функция Оператора Четырехмерного Дифференцирования Жуть какая Какая жуть Ну это так Слово Я пытаюсь вам Чуть-чуть показать Что мы делали В оптике На самом деле Ну так я вам этого не говорил Опять же Интернет Расскажите нам Про квантовую Механику Это интернет Там вот эти Формулы Всякие Давайте Спера оптику Послушаем Ой Оптику Дурачки Вы ничего не поймете В квантах Без оптики Если вы не поняли Всего того Здесь вы не поймете Вообще Потому что Там мы все делали Как надо Только не говорили Что мы делаем Мы не говорили Что мы делаем По настоящему Мы писали Правильные формулы Только не произносили При этом Правильных слов Вот так Почти правильно Не совсем Теорема Собственные числа Эрмитовских операторов Весчастные Давайте посчитаем Такую штуку Ф Л Ф Мы уже знаем С вами Что действие Л на Ф Оставляет Ф Умножая На это число Поэтому Поэтому это будет Ф Лямбда Ф На Ф Где Лямбда Ф Это просто Множис Учисленные Можно так Написать Это Лямбда Ф На единичный Оператор Но мы знаем Что эту констант Можно вынести А теперь Давайте перевернем Этот маточный элемент У нас получится Ф Л крест Ф Сопряженное Но Л крест Равно Л Поэтому получится Ф Л Ф Сопряженное Или Ф Лямбда Ф Ф Сопряженное Когда Лямбда Ф Выносим Тут сопряжение Это будет Лямбда Ф Сопряженное На Ф На Ф Но Ф На Ф Мы договорились Что это Вещественная Штука В самом Начале Поэтому Ф Ну тут Можно поставить Сопряженное Можно убрать Когда мы Получили Что Лямбда Ф Равняется Лямбда Ф Сопряженное Поэтому Лямбда Ф Вещественная Итак Собственные Числа Эрмитовских Или Самосопряженных А до синонима Операторов Вещественные Следующая Интересная Теоремка Пусть У Оператора Л Имеется Два Собственных Вектора С разными Собственными Числами То есть Л На Ф Это Лямбда Ф На Ф И Л На Ж Это Лямбда Ж На Ж И при этом Собственные Числа Не Совпадают Тогда я утверждаю Что векторы Ф И Ж Взаимно Ортогональны Для того Чтобы это Доказать Давайте Сосчитаем Такой Материчный Элемент Ж Л Ф С одной Стороны Если Л Действует На Ф Это Все равно Что Ж Собственное Число Это На Ф Или Все равно Что Лямбда Ф Ж На Ф Сейчас Я оператором Л Действовал В эту Сторону Мы с вами Договорились Что для Самосопряженных Операторов Можно Действовать И в обратную Сторону Тогда у нас Будет Ж Лямбда Ж На Ф Или Лямбда Ж Ж На Ф Тогда Давайте Вычтем Из этого Это Поскольку Они равны Получится Ноль И ноль Значит Это Ноль Собственные Векторы Отвечающие Одного И того Оператора Эрмитовского Отвечающего Отвечающие Различным Собственным Числам Обязаны Быть Эртогональ Сейчас Последнюю Теоремку И отдыхай Поехали Бывает Так Что У оператора Л Есть Несколько Собственных Векторов Отвечающих Одному И тому Ж Собственному Числу То есть И такое Равенство Л На Ф Житая Равняется Альфа Житая На Ф Житая Только Альфа Без Житого Одному И тому Ж Собственному Числу Соответствуют Разные Собственные Векторы Или Разные Состояния В этом Случа Говорят Что Собственное Число Вырождено Столько Раз Сколько Мы Можем Таких Векторов Найти Ну Например Атом Может Находиться В разных Состояниях А Можно Сопоставить Нас Интересует Энергия Вот Оператор Энергии Называется Оператором Гамильтона И вот Иногда Случается Так Что Разным Собственным Состоянием То есть Состоянием С определенной Энергией Оператора Гамильтона Соответствует Одно и то же Собственное Кисло То есть Состояние Атомов Разное А энергия Одна и та же Тогда мы Говорим Что энергетический Уровень Вырожден Уровень Один А атом Может При нем Находиться В разных Состояниях Потом Когда-то Мы с вами В оптике Видели Что Когда у нас Был Ящик Зеркальный В котором Сидел Сидело Излучение Там мы Находили Собственные Частоты Частоты С которыми Может быть Излучение И видели Что Когда у нас Ящик Не прямоугольный А квадратный То Разным Конфигурациям Поле В ящике Соответствует Одна и та же Частота Такое было Вот это Об этом У нас были Вырождены Собственное Число Частота Но Частота И энергия Это одно и то же Они с точностью До постоянной Планки связаны Но Такое Бывает Но Тогда Если мы Составим Линейную Комбинацию Как там Элита Пишется Всп Векторов Ф То есть Сумма Альфа Ж Ф Ж То нетрудно Понять Что линейная Комбинация Собственных Векторов С одним и тем же Собственным Числом Тоже будет Собственным Вектором Но Действительно Если я Подействую Оператором Л На линейную Комбинацию Собственных Векторов У которых Одно и то же Собственное Число Поскольку Оператор Линейная Это будет Сумма Альфа Ж Такой Вектор Стал Такой Вектор Да Число Лямбда Оказалось Собственным Числом Соответствующим Такой Линейной Комбинации Собственных Векторов Теорема Пусть у нас Лямбда Н раз вырождена Тогда я утверждаю Что из такого набора Состояний Можно Составить А Артонормированный набор Мы можем Придумать Н векторов Таких Что они Нормированы Да Кстати Я забыл Сказать Пока у нас Было Только Одно Собственное Число От Вектора F Можно Было Перейти К вектору Фи Определяемому Следующим Образом Это Будет Вектор F Делить На На Норма такого вектора. Тогда, если мы сосчитаем скалярное произведение φ на себя, мы получим f скалярно на f на квадрат нормы f. Но это единица. Поэтому, пока у нас собственные числа были не вырождены, из каждого такого вектора, каждый такой вектор можно на единице нормировать. Так что скалярное произведение вектора на себя будет такое. А теперь, когда у нас n раз собственные векторы вырождены, давайте покажем, что можно составить набор из n ортонормированных векторов. Ну, начнем. Сперва f1. Давайте по вектору f1 построим вектор φ1 равный f1 делить на норму f1. Ну, понятно, что этот вектор орт. Его скалярное произведение на себя равно единице. А вот теперь по вектору f2 построим вектор φ2 следующим образом. Мы все нормируем на f2. А здесь мы из вектора f2 вычтем проекцию этого вектора на φ1. Ох ты! Давайте подумаем, что мы сделаем. Мы вычтем. Я возьму вектор φ1 и умножу его на скалярное произведение φ1 на f2. А, так и все, ни на что делить не надо, наверное, да? Ни на что делить не надо. φ1 на φ1 на f2. Ну, давайте сперва увидим, что это вектор, нормированный на единицу. Или увидим, что он ортогонален в φ1. Давайте ортогональность в φ1. Давайте посчитаем φ1 на φ2. Это будет f1 делить на норму f1. f1, умноженное на норму f2. Это умножается на f2 минус φ1. Это f1. f1 на f2 и делить на f1 по модулю в квадрате. Ну, поскольку здесь φ было, а я теперь f1 написал. Ну, получим, что это f1 на f2. Общий знаменатель f1 на f2. Значит, это я f1 на f2 умножил. минус, а здесь будет f1 на f1 на f1 по модулю в квадрате на f1 на f2. Но это единица по определению нормы. Это 0. Все, получилось. Но осталось только посмотреть, что φ2 скалярно на φ2 будет единица. Ну, уж сами посчитайте. Таким образом, φ1 на φ2 это будет символ кронокера по 1,2. Ну, надеюсь, что вы понимаете, что тогда по вектору f3 мы построим вектор f3, который будет равен по определению единица на модуль f3 на норму. А здесь мы из фи3 вычтем проекцию, из f3, из f3, вычтем проекцию f3 на f1, то здесь будет φ1 на φ1 f3, и вычтем проекцию f3 на φ2. φ2, φ2 на f3. Ну, нетрудно показать, что тут все будет хорошо и с нормировкой, и с ортогональностью 1 и 2. И так можно делать по всем векторам. В результате мы с вами получили, что всегда из собственных векторов оператора L-Ирмитовского, независимо от того, собственные числа у него вырождены или не вырождены, можно построить ортонормированный набор векторов. Осталось показать еще одну вещь, которую я показывать не буду. Потому что в теории эрмитовских операторов это некоторая мутотень, долго. А Ландау это делает очень просто. Он из физического смысла собственных чисел и собственных векторов пишет простую вещь. И ежу понятно. Но если Ландау можно, то и мне можно. Поэтому, скажем так, можно показать, а вообще-то и ежу понятно, что набор, ортонормированный набор векторов, построенных из собственных векторов эрмитовского оператора, образует ортонормированный базис. То есть, любой другой вектор можно разложить по этому базису. Это здорово. Это означает теперь, что если у нас есть некоторый эрмитовский или самосопряженный оператор Л, у которого имеется набор собственных векторов Ф, житая, то по этому набору можно построить базис Фи житая, такое, что любой вектор, не обязательно собственный, Ф, может быть разложен по этому базису. Чтобы найти коэффициенты разложения, достаточно это равенство умножить на Фи КТ комплектно-сопряженное. Не на КТ вектор, а на БРА. Тогда мы получим Фи КТ на Ф равняется Фи КТ на сумму СЖТ Фи ЖТ сумма по Ж. Естественно, это будет сумма по Ж СЖТ а здесь будет Фи КТ на Фи ЖТ но поскольку Фи – это ортонормированный базис, то это будет символ Кроникера ПОКАЖИ и тогда из суммы выживет только одно слагаемое СКТ таким образом, чтобы найти СКТ надо скалярно вектор Ф произвольный умножить на соответствующий базисный вектор и тогда вектор Ф можно представить в следующем виде это сумма по Ж СКТ я так это напишу это Фи ЖТ а теперь напишу СКТ только мне здесь надо не СКТ а СЖТ я здесь вместо Ж должен подставить К вместо К Ж это будет Фи ЖТ на Ф но вообще господа это разложение вектора по Орхам любой вектор А трехмерный можно представить как сумма по КС АКС на ЕКС ААКС проекция вектора это скалярное произведение А на ЕКС это будет сумма ЕКС ЕКС на А в точности то же самое я только Орхам другому назвал но есть еще одна идея Ф не зависит от Ж его можно вынести за скобку и поэтому будет сумма по Ж Фи ЖТ на Фи ЖТ на Ф но если Ф равняется что-то умножить на Ф то это что-то единичный оператор поэтому если из базисных векторов вы составите сумму Фи ЖТ Фи ЖТ вот такую комбинацию по всем мыслимом Ж вы получите единичный оператор поэтому если в любое квантово-механическое равенство куда вам захочется вы вставите такую штуку вы ничего не испортите если вы суммируете по всем Ж а если вы Ж из Н-мерного подпространства из Н-мерного пространства где Ж где мы перечислили все собственные векторы выбрали М-мерное подпространство и подействуете такой штукой то вы получите не весь вектор а проекцию всего вектора на это М-мерное подпространство поэтому если здесь сумма по Ж не по всему базису а по меньшему значению такой оператор будет называться проектором на соответствующее подпространство а проектор с пространства на само пространство это единичный оператор если вы вектор проецируете в его собственное пространство вы получаете я а если здесь стоит что-то меньшее чем Н это проекция на подпространство соответствующей размерности верю верю